Именно эти активисты сегодня встретились за закрытыми дверями с новым министром государственного управления Михаилом Корбом. После встречи Корб вышел к журналистам и заявил, что у этого объекта может быть будущее. Но возлагать свои надежды на только частного инвестора, как это делало прежнее правительство, не стоит. Я думаю, что сегодня задача наша выработать какой-то определенный план, план восстановления батарейной тюрьмы. Две проблемы, которые есть, это, скажем так, сегодня нет конкретной идеи, в каком виде или какие функции придать батарейной тюрьме. И вторая проблема, конечно же, нет средств финансирования, потому что речь идет об огромной сумме, практически 100 миллионах евро. То есть объект сам очень дорогой, и вернуть в него жизнь будет стоить очень дорого. Несмотря на то, что батарейная тюрьма – это уникальный исторический объект, министр считает, что консервировать его и превращать в музей нецелесообразно. И в качестве одной из идей о том, как вдохнуть в нее жизнь, он предлагает перенять, например, опыт постепенно приводящегося в порядок Телескиви, некогда заброшенного квартала, который, живя сейчас полноценной жизнью, получил и импульс к развитию. Батарейную тюрьму нужно привести жизнь, и я думаю, что это нужно сделать через интересные проекты, через расширенную концепцию, когда художники, предприниматели, рестораторы объединяются под одной крышей, и угол за углом приводят в порядок, и угол за углом открывают для общего пользования. Министр считает, что судьбу этого исторического комплекса должна решить все же альтернативная концепция, которая будет основываться на реалиях нашего времени, когда на ремонт отсутствует средство и нет конкретного учреждения, которое хотело бы занять здание батарейной тюрьмы. Активисты пока встречу не комментируют.